Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, меня зовут Сергей. Сегодняшнее видео будет посвящено изготовлению регулируемого блока питания, который можно будет использовать для зарядки автомобильного аккумулятора. Изготавливать я его буду из компьютерного блока питания. Я раздобыл очередной. У меня имеется вот такой блок питания мощностью 250 ватт, не сильно навороченный, комплектующих в нем не так много. Перед тем, как изготавливать блок питания, приступать к переделкам, необходимо проверить работоспособность данного блока. Если вам попался нерабочий блок питания, то перед всякими переделками его необходимо отремонтировать и запустить, чтобы он был рабочим. Для того, чтобы переделать данный блок питания в регулируемый, необходимо будет сейчас открутить 4 винтика, снять верхнюю крышку и посмотреть на какой микросхеме изготовлен данный блок питания. Для изготовления регулируемого блока питания, на примере готового уже. Нам понадобится, кроме того, чтобы переделать его, сетевой выключатель, то есть включение-выключение его, две клеммы, минусовая и плюсовая. Я подготовил к новому набору комплектующие. Индикатор напряжения и тока. Он также куплен на сайте AliExpress. Напряжение у него до 100 В измерений и ток до 10 А. Ручки, регулировка тока и регулировка выходного напряжения. Ножки, на которых блок питания будет стоять. То есть, вот пластмассовые. Дальше необходим будет еще конденсатор. Здесь максимально на 16 В стоят конденсаторы, поэтому я купил 2200 мкФ на 25 В. То есть, у нас напряжение может быть больше, чем 12 В, поэтому необходим запас. Друзья, как вы знаете, я довольно таки часто совершаю покупки за границей. В частности, с сайта AliExpress. Чтобы вернуть часть денег, потраченных при покупке, я использую кэшбэк-сервис EPN. В зависимости от категории товара, на Али можно вернуть до 6% стоимости товара. Также есть две интересные категории, ссылки на которые я оставлю в описании к видео. Кроме Алиэкспресс, кэшбэк действует практически на все китайские интернет-магазины и на сотню других на просторах СНГ. Под крупные праздники, например, под Новый год, могут увеличить процент возврата. Так что смело переходите, регистрируйтесь и начинайте экономить на своих покупках. Регистрация по ссылке, которую я оставлю в описании, поможет развитию моего канала. Для того, чтобы проверить, запустить блок питания рабочего или нет, необходимо подключить сетевой шнур. Зеленый провод на этом большом широком разъеме соединить перемычкой с черным проводом. В один из проводов, скажем желтый 12-вольтовый, рекомендую подключить нагрузку, я подключаю лампочку 12-вольтового автомобиля на черный и на желтый провод. И после этого подключаем прибор в розетку и смотрим, появилось у нас напряжение, засветилась лампочка или нет. Если лампочка не засветилась, кулер не закрутился, значит, у нас блок питания не рабочий. Предлагаю проверить работоспособность данного блока питания. Лампочка на 21 ватт, 12-вольтовая. Воткнул от нее два проводочка. Один желтый, второй черный. Здесь зеленый провод и черный, любой из черных соединяем перемычкой. Вот я воткнул перемычку. Можно скрепку, все, что имеется под рукой. И подключаем к сети 220 вольт. Вот, как видим, лампочка засветилась и кулер заработал. Звудит, тарахтит и дует. Все. То есть, данный блок питания рабочий. После проверки работоспособности можно будет приступить к его переделке. Сейчас предлагаю открыть верхнюю крышку и посмотреть, на какой микросхеме изготовлен данный блок питания. Вот такие внутренности имеются в данном блоке питания. Обращаю на ваше внимание, что данный блок питания имеет вот такие вот параметры. То есть, меня интересует напряжение 12 вольт и выходной ток. Вот в данном блоке питания по 12 вольтам мы можем добиться 13 ампер выходного тока. То есть, в принципе, довольно-таки много, скажем. При таких габаритах 13 ампер это большой выходной ток. По 5 вольтам можно было бы добиться 22 ампер. Но, соответственно, чтобы увеличить выходной ток, то необходимо будет в цепи выпрямления поменять диоды шотки. То есть, у нас по 12 вольтам диоды шотки немного слабее по пропускному току, чем по 5 вольтной обмотке. Поэтому, если вам нужно больше, чем 13 ампер, то тогда эти диоды необходимо тоже будет заменить. Мне с головой хватит того только, что есть, поэтому я эти элементы менять не буду. В интернете достаточно много сайтов по ремонту блоков питания, на которых выкладываются электросхемы различных блоков питания. Понятно, что 100% попадания вы можете не найти, но тогда, основываясь по наименованию микросхемы, у нас K7500B. То есть, на эту микросхему можно найти дата-шит и по назначению ножек можно разобраться, что и куда у вас попадается. Я также в интернете нашел сайт, на котором представлен ряд схем по переделке блоков питания. По этой схеме я уже переделал не один блок. Буду переделывать его и показывать вам, что и как я буду делать. Ссылку на сайт по переделкам блоков питания я оставлю в описании к видео. Есть схемы, собранные на микросхеме TL494. У меня блок питания попался на микросхеме K7500B. То есть, обвязка микросхемы может немножко отличаться. Поэтому мне необходимо будет в интернете найти схему с применением данной микросхемы и уже основываясь по обвязке этой микросхемы переделать блок питания. Итак, друзья, я закончил перепайку, переделку блока питания. Вот все, что у меня получилось. Вот такая плата, два потенциометра, которые регулируют ток и напряжение. Я не стал показывать весь процесс перепайки, он достаточно нудный и не такой быстрый, как хотелось бы. Сейчас я продемонстрирую вам, как работает данное устройство и потом на схеме покажу, какие переделки были сделаны по блоку питания. У меня появилась куча проводочков, два потенциометра, которые будут регулировать напряжение и ток. Есть вот индикатор, купленный на сайте Алиэкспресс. Я их купил уже достаточно большое количество, ссылочку могу оставить в описании к видео. У нас они в два раза дороже, чем его можно заказать из Китая. Здесь уже у меня припаяны проводочки с клеммниками. Буду прикручивать их своим выводным контактом. К ним сейчас примотал вот лампочка нагрузка. Также здесь припаял два проводочки, которые пойдут на сетевую кнопку включения и выключения данного устройства. Для проверки работоспособности блока после переделок желательно последовательно с цепью 220 вольт подключить обычную лампочку на 220 вольт мощностью 100 ватт. Лампочка у нас ограничивает пусковой ток. Для того, чтобы не сгорела у вас силовая часть блока электрического питания. Здесь на плате я выпаял перемычку, она идет за предохранителем. Разорвал цепь и припаял сюда два проводочка от лампочки. После проверки на работоспособность, если все заработает, то эту перемычку необходимо будет запаять назад, а эти проводочки отпаять. Здесь у меня подпаяны провода включения сети подвода электрического питания 220 вольт, вот индикатор, который будет отображать выходное напряжение и ток потребления нашей лампочкой. При включении блока питания, если у вас все правильно спаяно, лампочка должна моргнуть. Если лампочка у вас засветилась и не тухнет, значит это говорит о том, что у вас спаяно что-то неправильно. Нужно опять выключить и все внимательно пересмотреть. Включаем в сеть, смотрим на лампочку. Мы увидели, она моргнула, на выходе появилось какое-то напряжение в 7 вольт и ток потребления вот этой 5-ваттной лампочки сейчас составляет 330 миллиампер. Одним потенциометром можно регулировать напряжение. Напряжение может изменяться от 1 вольта, посмотрим какое максимальное значение, 15,4 вольта. Второй потенциометр нужен нам для ограничения выходного тока. То есть, если вы не знаете сколько ваше испытываемое устройство может потребить электричество, то желательно его перевести в минимальное положение. Если у вас вдруг в исследуемом приборе короткое замыкание, то данный блок питания перейдет в стабилизацию тока. То есть, минимальное значение здесь где-то полтора ампера будет. Сейчас я замыкаю лампочку. Напряжение у нас 0,3 вольта и ток 2,28, почти 2,3 ампера. Опять-таки, ток ограничения зависит от выходного напряжения. Если мы, допустим, при этом же напряжении захотим потенциометр изменить, то есть его положение, то ток ограничения у нас и изменится в большую сторону. Сейчас я чуть-чуть крутнул, уже видите, напряжение упало, а ток 4,8 ампера ограничен. Если его крутнуть на максимум, то будет максимальный ток. Здесь у меня может быть где-то 12 ампер, но при максимальном значении сейчас у меня последовательно подключена лампочка и не хватает тока для всей системы, поэтому лампочка вот эта на 220 вольт, которая у меня засветится и прибор может выключиться, если максимальные значения сейчас накрутить. Вот сейчас 8 ампер было, вот я изменяю, накручиваю больше, делаю, вот 10 ампер, у меня начинает светиться лампочка. То есть вот этот потенциометр нужен для ограничения выходного тока. Так, в общем, мы увидели, что после всех переделок у нас изменяется плавно выходное напряжение и вторым потенциометром мы можем ограничивать выходной ток. То есть, чтобы не спалить, скажем, устройство, если мы не знаем, что у нас там в системе творится, короткое замыкание, не короткое, то желательно регулятор ставить на минимальное положение. Друзья, я уже снимал видео, как своими руками сделать контрольку. Сегодня я вам покажу, как можно переделать компьютерный блок питания в регулируемый блок питания. Пишите в комментариях, какие самоделки вас интересуют еще, чтобы я мог почерпнуть идеи для новых видео. Теперь хочу показать на электрической схеме, что непосредственно делалось для того, чтобы он работал в таком режиме. Итак, друзья, за основу переделки блока питания я взял вот эту вот схему. Она здесь реализована на микросхеме TL494. Напомню, у меня была микросхема K7500, то есть это в принципе оказался аналог этой микросхемы. Назначение ножек микросхемы, подключение точно такое же, как вот в этой микросхеме. Схему своего блока питания я также нашел, она похожа, реализована вот в моей микросхеме K7500. Как видим, на этой схеме достаточно много элементов, которые, в принципе, нам не нужны. Все ненужные элементы необходимо будет удалить и оставить только нужные, показанные на этой схеме. Красным цветом выделены те элементы, те цепи, которые необходимо подключить для переделки блока питания. Черным цветом оставлено все то, что было, оно не меняется. После того, как я проверил, что блок питания рабочий, переделка заключалась в следующем. Провод, напомню, зеленый, который я подключал на массу. Я его, весь тот разъем большой с проводами, который был, я его выпаял и оставил только зеленый проводок. Тот зеленый проводок я откусил и замкнул на массу. По схеме необходимо удалить выходные цепи напряжений минус 12 вольт, минус 5 вольт, плюс 3, 3 вольта, плюс 5 вольта, плюс 12, нам, в принципе, цепь эта нужна. Единственное, в ней необходимо поменять емкость на большее напряжение. То есть, вот это вот, все, что здесь есть, сопротивление, емкость, индуктивность, диоды ненужные, это все необходимо выпаять. Отсюда можно что-то подобрать и использовать вторично при переделке блока питания. Некоторых элементов может не хватить, поэтому их можно там либо спаять с двух, с трех, можно их с любой старой платы выпаять. Либо просто купить дополнительно. Они стоят там копейки, здесь есть дроссель, намотан на феоритовом кольце. Значит, вот видим, тут есть множество обмоток. С трансматора вторичные обмотки через выпрямительные диоды попадают на вот этот дроссель. Из них я оставил только две обмотки. Одну обмотку 12 вольтовую и вторую обмотку 5 вольтовую. Все остальные обмотки я удалил с этого дросселя, вследствие чего у меня оставшиеся обмотки начали свободно болтаться на этом феоритовом кольце. Поэтому я их смотал полностью и перемотал заново. На напряжении 12 вольт провод был намотан меньшим сечением, чем на напряжении 5 вольт. Поэтому я поменял эти обмотки местами. Чтобы 12 вольтовую напряжение умощнить. На 12 вольт у меня теперь пошла обмотка с двумя проводами. На 5 вольтовую обмотку остался одинарный провод. Вот это сейчас идет на напряжении 5 вольт желтым проводом, а красный двойной на напряжении 12 вольт. И соответственно вот эти вот индуктивности тоже я их поменял местами. Толстым проводом этот дроссель стоял раньше на напряжении 5 вольт, а его теперь перепаял на напряжение 12 вольт. А вот этого дроссель стоял ранее на напряжении 12 вольт. Сейчас он у меня стоит на напряжении 5 вольт. Емкости соответственно я поменял, перепаял на другие, то есть на большее напряжение, потому что сейчас напряжение у меня до 15 вольт регулируется. Здесь по 12 вольтам стояла емкость на 16 вольт, а по 5 вольтам емкость стояла на 10 вольт. Здесь поставил сейчас на 25 вольт 2200 микрофарад, а здесь поставил на 16 вольт. То есть вот эту обмотку, вот это напряжение, которое будет теперь регулироваться, я планирую подключить к вентилятору, охлаждение блока питания. Здесь также будет регулироваться напряжение, как на 12 вольтах, так вот и здесь по 5 вольтам, то есть тут уже не будет 5 вольт, тут будет больше, то есть скажем так от 1 вольта и там может быть вольт до 10. Вот эти все элементы я удалил, эти обмотки смотал, вот это, вот это. Здесь на схеме еще не показана обмотка 3,3 вольта, у меня на блоке питания она была. Что касалось обмотки 3,3 вольта, тоже было выпаяно. Диодные сборки можно выпаять, можно оставить. У меня не совсем получилось все выпаять, одна была с краю, я ее достал, я ее выпаял. Там выпаять тяжело, скажем, поменять даже местами, увеличить мощность выходных диодов проблематично, надо выпаивать весь радиатор со всеми элементами. Поэтому я не стал заморачиваться, оставил все как есть, где была возможность, там выпаял. Итак, после того, как вы выпаяли все ненужные элементы по выходной части, необходимо проследить по дорожкам и выпаять все оставшиеся ненужные. В моем варианте было также ненужно эта микросхема и все, что ее касалось. Вот эти все резисторы, вот эти элементы, они оказались ненужными, я их удалил. Потом опять-таки проследить по дорожкам необходимо и вот, скажем, по пяти, по двенадцати вольтам идут вот сопротивления. Их также необходимо удалить. И необходимо на микросхеме первую, вторую, третью ножку, пятнадцатую, шестнадцатую также освободить. То есть, выпаять все элементы, которые подходят к этим ножкам. При переделке, то необходимо, конечно, вручную все брать и просматривать. То есть, там первая ножка, куда подключена и все, что касается ее, необходимо там выпаять. Там вторая ножка, шестнадцатая, пятнадцатая ножка. Вот. И после того, как вы их освободили, скажем, они у вас остались свободные, никуда не задействованные, тогда вы возвращаетесь к этой схеме и уже по этим значениям, по этим номиналам припаиваете к этим ножкам сопротивление нужных номиналов. Вот эти резисторы необходимо удалить. Вот этот резистор необходимо поменять на другое значение. Если взять схему, по которой мы перепаиваем, то вот здесь сопротивление номиналом 658 Ом, а в моем блоке питания здесь номинал 3,2 кОм. Поэтому этот резистор необходимо будет также поменять. В моей плате также пятнадцатая ножка была соединена дорожкой с тринадцатой и четырнадцатой ножкой, поэтому мне пришлось дорожку перерезать. Здесь, на этом блоке питания, вот пятнадцатая ножка идет на регулятор тока, то есть через сопротивление. И также шестнадцатая ножка, вот здесь показано, она висит на массе, то есть подключена к массе. И также дорожку эту пришлось перерезать. После того, как я выпаял, освободил все элементы с первой, второй, третей, пятнадцатой, шестнадцатой ножек, я приступил к перепайке вот по вот этой схеме. То есть вот эта схема взята за основу. В процессе отладки блока питания после перепайки, я вам в начале видео показывал, у меня было два сопротивления, одно на десять килоом и второе на два килоома. По схеме здесь указан номинал один килоом. Я когда покупал, номинала один килоом не было, поэтому пришлось купить номиналом два килоома. И то в процессе отладки я к этому сопротивлению припаял параллельно сопротивление номиналом в 300 Ом. Этим я добился более плавной регулировки выходного тока. Один проводок из них пошел на массу по схеме, то есть подпаял в любом удобном мне месте. Прозвонил, где тут масса находится и туда впаял. Здесь два проводника на резисторе объединены, вот я их перемычкой перемкнул. И также по схеме, вот где припаял, это сопротивление на 4,7 килоома, туда второй проводок и припаял к плате. Точно так же и с этим сопротивлением, один к выходному напряжению припаял проводок и второй вот где-то к первой ножке микросхемы. И после первого включения, когда я регулировал напряжение, у меня получилось максимальное значение где-то в 14 вольт. Так вот, чтобы это напряжение немного поднять, если мы собираемся заряжать аккумулятор, то нам надо хотя бы, чтобы было 14,5 вольт. Но у меня этого значения не было, не получалось. Здесь написано 658 Ом. Для того, чтобы увеличить выходное напряжение, мне пришлось номинал вот этого сопротивление уменьшить. Сейчас у меня вместо 658 Ом стоит 620 Ом сопротивление. Я использовал индикатор, который будет показывать напряжение выходное и выходной ток. К нему подходило два разъемчика. Это один вот на три проводочка. Красный, черный – это питание самого индикатора. Вот этот красный провод я подключил к 12 ножке микросхемы. Вот в этой точке. Здесь у нас есть напряжение там 12 или 14 вольт. То есть сюда я припаял красный провод, черный провод я припаял к проводу массы, в любое свободное отверстие, которое было на плате. И желтый провод – это провод измерения выходного напряжения, подпаян в этой точке. Одна большая площадка. Вот у меня есть две клеммки. Желтая – это плюсовая, зеленая – это минусовая. То есть вот этот желтый провод подпаял к этому желтому проводочку. Вот это сопротивление, я уже говорил, токовый шунт. Он у меня находится в самом индикаторе напряжения. Я на плате, где была свободная дорожка, сделал такой провод массы. Отсюда я вывел проводок зелененький, пойдет на клеммник выходной. Сюда же подпаял провод с вольтметром амперметром красный. Вот это сопротивление у меня находится в вольтметре. Вот стоит перемычка, вот это вот есть нагрузочный резистор. И черный провод толстый, вот у меня подключен вот сюда к массе на схеме. Такие доделки, переделки по данной схеме. Итак, после того, как вы проверили блок на работоспособность, можно отпаивать лампочку, запаивать перемычку назад, или если вы выпаяли предохранитель. Отпаиваем сетевой шнурок и следующим этапом необходимо будет подготовить корпус для размещения всех выносных элементов. А именно это индикатор напряжения и тока, выводные клеммы, потенциометры для регулирования напряжения и тока и сетевая кнопочка. Чтобы все это сделать, необходимо плату назад разместить в коробку блока питания и посмотреть, где есть свободные места, где можно будет что-либо разместить. Была вот такая коробочка, в ней размещалась вот эта плата. В коробочке у нас оставался вентилятор охлаждения и разъемы для подключения сетевого шнура и дополнительный разъем, который уже никуда не используется. К плате необходимо будет подпаять вентилятор и подвод сетевого напряжения. Вентилятор я буду подпаивать, планировал подпаять к 5-вольтовой обмотке. То есть вот я оставил на дросселе напряжение 5-вольтовое и сюда планирую подпаять вентилятор. Сегодня я вас не буду удручать выпиливанием отверстий под необходимое размещение выносных элементов. У меня уже есть готовая заготовка и покажу все на готовой коробке. Я в ней уже разместил сетевую кнопку, клеммники для проводов подключения, выпилил отверстие для индикатора, выпиливал бормашинкой с отрезными кругами и потом подтачивал напильниками, делал прямые углы, чтобы индикатор сюда входил и просверлил отверстие под два регулятора. Размещение всех элементов, все в основном зависит от начинки платы. То есть радиаторы, трансформаторы также могут быть в другом месте, поэтому компоновка может изменяться. Я примерно сейчас всунул плату назад в корпус. Там, где есть свободные места, где можно что-то разместить, я вот и просверлил отверстие. То есть два отверстия под клеммники, сюда вот эти провода соединю, прикручу. Здесь вот будут у меня размещаться вот эти сопротивления. Вниз они опустятся, просунуться в отверстие и зажмутся гайками. И здесь сверху будет размещаться вот этот вот индикатор. Бывают эти радиаторы большего размера, объема, буквы Г. Поэтому компоновка может быть по-другому. В данном экземпляре так. Тот второй разъем я убрал и вывел наружный предохранитель. То есть, если вдруг сгорит вот этот, то чтобы потом вовнутрь блока не лазить, то проще поменять снаружи. Через предохранитель у меня вот идут два проводочка на кнопочку и вторых два пойдут на плату. Итак, друзья, вот я уже все собрал, разместил в корпусе, прикрутил. Все, что не было припаяно, припаял. Припаял провода от вентилятора к плате, к той цепи, на которой было ранее плюс 5 вольт. Сейчас там на этом проводе напряжение будет изменяться. Соответственно, скорость вентилятора также будет изменяться. Потенциометр закрепил, эти клеммники прикрутил. Индикатор вставил, разъемы подключил и сетевую кнопку также подключил через наружный предохранитель. Все. Ну и сетевой шнур. Вот он. Можно проверять в собранном виде. Беру теперь лампочку на 21 ватт, автомобильная, 12 вольтовая. Всовываю ее в контакты, включаю в электрическую сеть. Кнопочкой вкл и выкл включаем наше устройство. Вот смотрим. На выходе у меня потенциометр тока стоит в минимальном положении и ограничен ток у меня вот сейчас одним ампером. То есть я выходное напряжение пытаюсь увеличивать, а оно не увеличивается, потому что выходной ток ограничен Одним ампером. Сейчас, если я этот регулятор покручу, то есть вот я его крутнул, у меня напряжение соответственно выросло. Сейчас уже 7,3 вольта. 7,3, вот лампочка светится. При изменении выходного напряжения скорость вентилятора также изменяется. Так, у нас есть два потенциометра, одним из них мы регулируем выходное напряжение. Вот сейчас уже 13 вольт накрутил, даже больше 14 можно. И вторая крутилка это ограничение выходного тока. Сейчас я ее откручу, выходной ток как бы не изменяется. То есть вот 2 ампера, 2,3 ампера потребляет сейчас лампочка. Если я буду уменьшать ограничение выходного тока, то напряжение соответственно у нас тоже уменьшится. Вот по такому принципу работает данный блок питания. Я вам показал, как можно с обычного компьютерного блока питания сделать регулируемый блок питания для гаража и для каких-либо своих нужд. То есть напряжение у нас на выходе может изменяться, то есть можно запитать какое-либо устройство там от 5 вольт или же от 12 вольт. Также я данные блоки питания использую для зарядки аккумуляторов. У меня напряжение на выходе может достигать 15 вольт, поэтому я смело этот блок питания могу подключить к аккумулятору и заряжать аккумулятор. Блок питания достаточно мощный, то есть на выходе блока питания может быть ток до 10 ампер, а может даже и больше. Но опять-таки сильно нагружать его не стоит, потому что все-таки блок питания в данном экземпляре он достаточно простой. заявленная мощность там в 250 ватт, она может не соответствовать. Поэтому сильно на большие токи рассчитывать я бы не советовал. До 10 ампер можно использовать. Мне осталось прикрутить только верхнюю крышку, сделать какие-либо провода выходные для подключения блока питания к аккумулятору, на провода присыпить крокодилы, клещи, и можно использовать уже в гараже его как зарядное устройство. Для проверки сделанного блока питания взял вот аккумулятор. У нас аккумулятор старенький и на нем напряжение аж 12,2 вольта. То есть, по сути дела, аккумулятор разряженный, требует зарядки. Чтобы его зарядить, подключаем щупы от блока питания нашего. Контролируем как ток, так и напряжение. Сейчас подал на него уже 14 вольт, а аккумулятор потребляет всего почти 0,5 ампера. То есть, можно сказать, что аккумулятор на себя зарядку не берет практически. Хотя, по идее, если бы он был хороший, он бы брал зарядку. Может, он, во-первых, давно стоит у меня, может, он немного уснул. Сейчас, если подержать его в таком состоянии, то возможно, он сейчас начнется в нем реакция химическая и после этого он начнет брать электрический ток. При зарядке аккумулятора смотрим на емкость аккумулятора. То есть, если он у вас емкостью 60 ампер-часов, то, как правило, зарядный ток не должен превышать 10% от его номинала, то есть, от его емкости. То есть, если у вас аккумулятор емкостью 60 ампер-часов, то зарядный ток должен быть в пределах 6 ампер, но не более. Если будет сильно большой первоначальный ток, то аккумулятор у вас закипит и может даже взорваться, если сильно большой будет зарядный ток идти. Поэтому зарядный ток необходимо контролировать. То есть, если вы знаете, что у вас аккумулятор разряженный, посаженный, регулируем напряжение, подаем постепенно и смотрим, какой ток потребляет у нас аккумулятор. Разряженный аккумулятор первоначально будет потреблять очень большой ток, поэтому сразу большое напряжение мы не накручиваем. Поднимаем, допустим, до 13 вольт, до 13,5 и смотрим, какой у нас ток потребления. Если он там в районе 5 ампер, то, скажем, достаточный ток для зарядки. По мере заряжения аккумулятора, зарядный ток будет падать. Соответственно, мы можем это напряжение поднять. То есть, скажем, поднимаем его до 14,5 вольт и в этом состоянии оставляем. Можем оставить его на сутки. По истечении продолжительного времени у вас зарядный ток упадет и больше он изменяться не будет. Скажем, есть там 210 мА, т.е. вот этот ток, он будет постоянно как бы потребляться и в большую-меньшую сторону он уже изменяться не будет. Это будет говорить о том, что ваш аккумулятор уже заряженный. Т.е. можно его отключать и пользоваться. Ага, вот видите, не было хорошего контакта и был очень маленький ток. Т.е. вот я пошевелил клеммы и ток вот уже у нас почти 5 ампер. Потребление и напряжение 12,9 вольта. Вот я резистор, который ограничивает ток, вот крутнул вверх, т.е. уменьшил ограничение тока. Соответственно, видите, ток поднялся. Т.е. вот он сильно сейчас большой, поэтому, скажем, необходимо уменьшить напряжение выходное. Ну, либо можно ограничить просто ток. Нет, со временем он будет падать, этот ток будет падать. Т.е. напряжение как бы стоит на месте, а ток у нас уменьшается. Это говорит о том, что аккумулятор берет ток, но по мере его заряжения он падает. Итак, я вам показал, как можно с компьютерного блока питания сделать регулируемый блок для зарядки аккумуляторов и для использования для своих нужд. В нем вы можете отрегулировать любое напряжение, которое нужно вам для каких-либо поделок. В принципе, как бы ничего сложного нет, надо только внимательно все делать. Не ошибиться, перемерять все номиналы сопротивлений, потому что здесь они все идут с цветной маркировкой, на них ничего не написано, поэтому необходимо пользоваться мультиметром для измерения номиналов сопротивлений. Внимательно следите по дорожкам, куда необходимо припаять нужный номинал. Если вы все правильно сделали, собрали на выходных клеммах блока питания, у вас должно появиться какое-либо напряжение. Изменяется напряжение потенциометром, которые сейчас выведены на лицевую панель данного прибора. Я уже сделал порядка 10 штук блоков питания, и мне попадалось на разных микросхемах, то есть, в принципе, если в интернете поискать, то все можно найти. Сегодня буду заканчивать данное видео. Кому было интересно, у кого возникли какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Кто не успел подписаться на мой канал, подписывайтесь. Не забывайте ставить палец вверх, а я дальше буду стараться снимать для вас интересные и полезные видео. На сегодня все. Пока, до новых встреч.